МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Работа найдется каждому. Масштабная ярмарка вакансий прошла в стенах Владивостокского цирка. В основном это рыбообработка, рыбодобывающая промышленность, судостроение, здравоохранение, образование, торговля, сфера услуг. Отпраздновали с пользой. В свое двухлетие школьное лесничество «Зеленая планета» занялось уборкой мусора в прибрежной зоне мыса Табизина на острове Русские. О том, как ребята из Артемовской школы-интернат очищают акваторию русского острова от мусора, расскажу я, Евгений Черемухин. Необъяснимо, но факт. Новый питомец зоопарка на садгороде, африканская полосатая гиена, подружилась с дальневосточной лесной кошкой. О том, как уживается вместе африканская гиена и дальневосточный лесной кот, расскажу я, Светлана Садовая. Также в выпуске президент России Владимир Путин, возможно, еще до конца года примет решение о переносе столицы ТВФО в Владивосток. И еще расскажем, в Приморье подвели итоги клещевого сезона. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Законопроект о детях войны рассмотрит депутаты ЗАГС Собрания в ближайшее время. Документ внес в Рио губернатора региона Олег Кожемяка, вставший на защиту этой категории граждан. Вопрос был поднят в Арсении на встрече главы Приморья с ветеранами, руководителями общественных организаций и воспитанниками патриотических клубов. Кожемяк отметил, что люди, которые отдали большую часть жизни развитию края, должны быть вознаграждены за свои заслуги. Олег Кожемяк также подчеркнул, что эта категория будет учитываться в законодательном порядке, а также будет иметь льготы и социальные выплаты, которые еще будут дорабатывать. Напомним, категории детей войны относят родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945. Им предусмотрена ежегодная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Также эти граждане имеют право на первоочередное заселение в стационарные учреждения социального обслуживания. Если предложенный законопроект примут, то первые выплаты будут выданы уже в этом году к 80-летию Приморья. К слову, аналогичный закон Кожемяка инициировал и на Сахалине. Долг нашего поколения, долг поколения тех, чьи родители родились в эти годы, кто формировал богатство страны, создавал ее, восстанавливал после войны. Наслужно наш долг сделать этим людям хотя бы что-то, чтобы они помнили и о приемственности поколений, понимали, что молодое поколение их уважает, что, безусловно, заслужили это по праву, своим трудом, своим отношением, годами, отданными во благо Отечества. Поэтому я во всех случаях садился здесь, встречаясь с ветеранами, видя потребность именно защиты их прав, в том, чтобы этот закон о детях войны имел определенные полномочия, конечно, принял решение такие, направил в законодательное собрание, с тем, чтобы он был распространен на ближайших сессиях. По информации Владивостокского отделения организации «Дети войны», в краевой столице в нем состоит около 29 тысяч человек, а всего в Приморском крае более 160 тысяч детей войны. Решение о переносе столицы ДВФО в Владивосток примет президент России Владимир Путин, возможно, еще до окончания текущего года. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что предложение о переносе столицы ДВФО во Владивосток передадут главе государства. Вице-премьер также отметил, что идею о переносе столицы предложил в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка. Трутнев считает, что у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить именно в современном контексте. Это повысит инвестиционную привлекательность и возможности развития Приморья, которая уже сейчас по различным показателям в сфере инвестиций превосходит Хабаровский край в 5-10 раз. Юрий Трутнев отметил, что решение этого вопроса будет принимать российский лидер. Сам полномочный представитель поддерживает предложение Олега Кожемяка, но сначала инициативу нужно обсудить с главой администрации президента Антоном Вайна и премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы затем идти к главе государства. Как ранее сообщал Федерал пресс, власти Хабаровска выразили неодобрение предложению Кожемяка. В частности, глава края Сергей Фургал заявил, что не уступит столицу. Масштабная ярмарка вакансий прошла в стенах Владивостокского цирка. Более сотни работодателей предложили 3,5 тысячи вакансий людям, нуждающимся в работе. Всего ярмарку посетило более тысячи соискателей. Кроме знакомства с вакансиями и общения с представителями работодателей, гости ярмарки смогли получить консультацию у специалистов соцзащиты, пенсионного фонда и инспекции по труду Приморского края. О все подробности расскажет Катерина Матвеева. Татьяне 22 года. За это время она успела окончить колледж по специальности юрист и поработать в МВД старшим инспектором. Однако свою жизнь связывать с правоохранительными органами не планируют. Все-таки девушка еще молодая, хочет иметь возможность выезжать за границу. Как говорится, и мир посмотреть, и себя показать. Поэтому вопрос поиска новой работы сейчас для нее в приоритете. Достаточно сложно найти работу, потому что требуется опыт работы и требуется везде высшее образование. Даже там, где оно, собственно, не очень-то нужно. И даже если опыт работы уже имеется, опять же, все упирается в высшее образование. Но получить его быстро все равно не получится. На время обучения Татьяна рассматривает административную должность с заработной платой 25 тысяч рублей. Работодатели предлагают максимум 20. Без опыта работы берут сферу продаж. Там зарплата выше, но работы больше. Мы всех обучим, всем расскажем, как, что именно нужно делать. Ну и уже все на самом деле зависит от того человека, который пришел на текущую вакансию. То есть мне требуются менеджеры по работе с юридическими лицами. Работа не для всех, потому что объективно не каждый умеет вести диалог. Но как это делать, опять-таки мы учим. Работодатели уверяют, приморцы, в отличие от соискателей центральных регионов России, более открытые, креативные, часто перенимают и используют опыт, увиденный где-то за границей. Впрочем, это касается по большей части молодежи. Старшее же поколение может предложить опыт, знания, профессионализм. Работу обещают найти для каждого. В связи с расширением производства на нашем судостроительном комплексе в настоящее время нам нужно большое количество сотрудников. В основном это инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, электрогазосварщики, различного рода профессии, специальности, как основные работники, так и сопутствующие. Бывают действительно, попадаются высококвалифицированные специалисты здесь на ярмарках вакансии. Одни работодатели предлагают не только обучение полный соцпакет, но даже предоставляют жилье своим работникам. Другие готовы трудоустроить людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации на пару-тройку дней. Экспресс-биржа труда занимает особое место на ярмарке и пользуется спросом у людей с низкой квалификацией. В общем, выбор есть у каждого. В основном это рыбообработка, рыбодобывающая промышленность, судостроение, здравоохранение, образование, торговля, сфера услуг. Данное мероприятие расширено некоторыми в этот раз нюансами, такими как проведение мастер-классов, которые проводят три квалифицированных психолога в части помощи составления резюме соискателям. Также оказывается психологическая социальная поддержка в период поиска подходящей работы для граждан. По данным Приморгстата, всего в Приморье 51 тысяча человек не имеют работы. Это на 7% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий уровень безработицы составил 5%. Работа в крае есть. Вакансий в 8 раз больше, чем безработных. Сложно трудоустроиться высококвалифицированным специалистам, которые попали под сокращение. Проблемы есть и у тех, кто не готов менять место жительства ради работы. Свою роль играет также конкуренция с дешевой иностранной рабочей силой. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Развитие малого бизнеса, потребительское кредитование и новые услуги. Эти и другие актуальные темы на первой официальной встрече с журналистами обсудил новый управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин. Каковы основные цели и задачи, а также приоритетные пути развития Сбербанка, расскажет моя коллега Анна Бережная. Познакомиться с журналистами и ответить на волнующие горожан вопросы. На первую официальную пресс-конференцию представителей СМИ пригласил новый управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин. Должность главы самого крупного отделения банка на Дальнем Востоке он занимает с июля этого года. Задача стоит равна такая, чтобы мы, сплоченные, дружные команды, продолжали занимать лидирующие позиции. Но это возможно только в первую очередь при достижении существенных результатов по развитию нашего края, по развитию экономики, по оказанию качественных услуг нашему населению. В первую очередь обсудили новые услуги, которых немало как в розничном, так и в корпоративном направлениях. Так, в потребительском кредитовании Сбербанк сегодня уделяет максимум внимания ускорению процесса оформления сделок. Сейчас мы переходим на формат двух минут. То есть, благодаря тому, что мы развиваем наши системы, мы понимаем, какая транзакционная активность проходит у того или иного клиента. На основе больших сложных алгоритмов данных мы можем принимать решения в текущем моменте уже за две минуты. Большое внимание уделяют и повышению функциональности знакомой, пожалуй, каждому платформы Сбербанк Онлайн. Это мобильное приложение позволяет совершать денежные переводы и платежи, составлять финансовый план, ставить цели и делать накопления. И это не весь перечень возможностей. Сегодня у платформы появилась приятная новинка. Теперь в мобильном приложении Сбербанка можно отправлять открытки, что дает возможность, например, делать поздравительные денежные переводы. Сбербанка Режим охраны рек Национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая пать» усилен в связи с началом захода на нерест киты. Задержанным на охраняемой территории рыбакам грозит уголовное дело. Обычно первой лососевой рыбой, заходящей в местные реки, становится сима. Однако наибольший разгар путина начинается с приходом киты, одного из самых распространенных видов лососевых. На земле леопарда проходит сразу несколько нерестовых рек, что ежегодно привлекает сюда десятки браконьеров. Однако с каждым годом также растет число тех, кто знает о серьезной мере ответственности за рыбалку на особо охраняемой природной территории. На минувших выходных ночью сотрудники отдела охраны остановили двух местных жителей, которые выловили восемь особей киты в устье реки Барабашовки. В настоящее время в полицию переданы материалы для возбуждения в отношении них уголовного дела. По статье 256 УК РФ. Рыбакам грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет. Отметим также, что в настоящее время у рек земли леопарда круглосуточно ведутся все виды рейдов. Пешие, автомобильные, на лодках и квадроциклах. Ночная оптика позволяет инспекторам следить за нарушителями в темноте. Также активно ведутся совместные рейды с сотрудниками полиции и пограничной службы. Уже традиционно в наиболее привлекательных для браконьеров точках установлены мобильные кордоны, передвижные вагоны для дежурства госинспекторов. В течение сезона они будут менять места дислокации в зависимости от хода нереста. Первое после долгого перерыва школьное лесничество появилось в Приморье ровно два года назад. «Зеленая планета» создана в Артеме на базе местной специальной школы-интерната. Сегодня ребята отпраздновали двухлетие с пользой. Совместно с Оборонлесом и Приморским лесничеством воспитанники образовательного учреждения убирали мусор в прибрежной зоне острова мыса Табизина на острове Русский. Подробности в нашем следующем сюжете. На острове Русский по дороге на мыс Табизина находятся самые популярные в Владивостоке места для отдыха и досуга на свежем воздухе. Здесь, в бухте Карпинского, за сезон скапливается разнообразный мусор. И тогда на местность выходят доброхоты, готовые убираться за другими. Вот и сегодня десятки детей из школы-интерната города Артема вместе со школьным лесничеством Приморья и лесным хозяйством Министерства обороны вооружились перчатками, мешками и решили внести свой посильный вклад в экологию прибрежной зоны острова. Здесь более тысячи машин приезжает сюда. Соответственно, рекреационная нагрузка очень высокая, очень большая. Мусора после отдыхающих остается очень много. В последнее время стало меньше в связи с тем, что люди все-таки, многие увозят с собой мусор. Но, тем не менее, учитывая, что больше тысячи машин в день сюда приезжает, все-таки мусор остается. К слову, организация школьного лесничества под названием «Зелёная планета» сегодня как раз отпраздновала юбилей – двухлетие со дня образования. И потому экологическая инициатива для «Зелёной планеты» стала особенно символичной. И вот они таким замечательным способом решили отметить день рождения. Выехать сюда, убрать мусор. Ну а дальше мы приготовили им угощение и отметим там за столом, с костром. Дети вместе со взрослыми собирали мусор почти целый день. Самые популярные, если так можно выразиться, отходы – всё те же. Пластиковые бутылки, пенопласт, поролон. И именно они разлагаются в природе тысячи лет. Пусть усилия этих ребят – лишь капля в море, недаром говорят, что из миллионов капель и собираются океаны. Евгений Черёмухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой. В Приморье подвели итоги клещевого сезона. Пригородные электрички во Владивостоке будут ходить по летнему расписанию до 11 ноября. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. В Приморье подвели итоги клещевого сезона. Пригородные электрички во Владивостоке будут ходить по летнему расписанию до 11 ноября. А тем временем в Приморье подвели итоги клещевого сезона. По итогам еженедельного мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, с середины марта текущего года зарегистрировано 7067 обращений с присасыванием клещей. Этот показатель примерно равен прошлогоднему. Ситуация с популяцией клещей стабилизировалась только благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемиологическим мероприятиям. Среди них контроль за проведением окорицидных обработок, вакцинация против клещевого энцефалита, исследование клещей, снятых с человека, информирование населения о мерах безопасности в лесу. К слову, в прошлом году клещи укусили почти 8 тысяч приморцев. В результате заразились несколько десятков человек. Клещи являются переносчиками не только энцефалита, но и баррелиоза. Отметим, что в этом году зарегистрирован всего один случай клещевого энцефалита. Им заболел ребенок в Спасском районе. Клещевой баррелиоз или болезнь Лайма зарегистрирован у четырех жителей края. У одного жителя краевого центра также обнаружен клещевой рикетестиоз. Присасывание клеща произошло в этом случае на озере Ханка. А у жителя Уссурийска выявлен эрхлиоз. Присасывание клеща произошло в Октябрьском районе. Прививочная кампания против клещевого энцефалита начинается в ноябре. Желающие засечить себя от опасного заболевания должны пройти полный курс вакцинации. Две прививки с интервалом 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев. В крае есть и отечественные, и импортные вакцины различной стоимости. Приморье все больше проникается культурой стран АТР. Японский театр кабуки и кимоно, корейский тэмоксу уже не в новинку. На днях ГОЭС представил персональную фотовыставку мастера из Сеула Джонг Менщика. Она называется «Знакомая-незнакомая Корея». Работы связаны с профессиональной деятельностью автора. В музейно-выставочном комплексе выставлены три серии фотографий, условно объединенные в тематические группы. Пространство дома, пространство храма, пространство дворца. На выставке побывал и наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Джонг Менщик – фотограф, реставратор, мастер тэмоксу. Специалист в области традиционной корейской архитектуры. Зочи, отвечающий за реставрацию пяти дворцовых комплексов и королевских гробниц города Сеула. Целью своей работы считает не только сохранение корейского национального культурного наследия, но также фотоархивацию, документацию материалов для будущих поколений. Он предложил увидеть знакомую Корею с другой стороны, открыть много нового и интересного о стране утренней свежести. Я считаю, что очень много фотографов, которые делают великолепные снимки Кореи. Но у меня, как у человека, который работает на этих объектах, немного другой взгляд. Отсюда и такое название выставки – знакомая, незнакомая Корея. Я хотел бы показать незнакомые образы своей страны, чтобы зрители хотели приехать в Корею и увидеть её уже такой. На выставке представлены фотографии, напечатанные на традиционной корейской бумаге и ткани, так же, как и на более привычных материалах. Большого и малого формата, в цвете и монохромные – все они являются художественным свидетельством преданности мастера делу сохранения традиционного архитектурного наследия Кореи. Уникально посмотреть на Корею с глазами человека творческого, который видит её несколько по-своему. И в этом смысле есть некая тайна, в которой хранится неизвестность Кореи. Каждая работа молодого фотографа открывает нам суть корейской традиционной эстетики. Их уникальность в том, что они сделаны в местах, посещение которых недоступно многим, в особое время – на рассвете или поздним вечером. Сама экспозиция представлена тремя сериями фотографий, условно объединённые в тематические группы – пространство дворца, дома и храма. Первое пространство, если говорить более детально, это как раз работы, которые непосредственно показывают то, чем занимается автор сейчас. Вот это пространство – это его детские воспоминания, воспоминания о детстве, как он видел храм в детстве. И последний зал – вы можете видеть работы о дереве, о том черепице. То есть непосредственно взгляд на святилище, которое расположено в городе Силу, сверху с черепицей – эти фотографии мало кто может сделать в принципе. И камень, то есть как раз материалы, с которыми автор работает. На фотоработах нет изображения людей, однако вся выставка повествует о них. Здесь и святилище Чонме, где чувствуется торжественность исполнения погребальных ритуалов. Канат буддийского колокола, хранящий следы каждодневной монашеской практики. В потоке времени мы замечаем только материальные проявления вещей. Их душа видна единицам. Что не оставило свой след, однажды может исчезнуть навсегда. Поэтому Чонг на основе архива пытается воссоздать дух прошлого, а при помощи фотографий показать это всему миру. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Пригородные электрички во Владивостоке будут ходить по летнему расписанию до 11 ноября. Сейчас по краевым маршрутам ежедневно выполняется 23 рейса из Владивостока и 24 рейса во Владивосток. В Уссурийске обратно в день выполняется по 4 рейса. Два уссурийских электропоезда, один Спасский и один Ружинский. Ежедневно курсируют три электропоезда в находку. В Артем из Владивостока можно добраться на 10 электропоездах и на 11 в обратную сторону. Кроме того, 10 рейсов перевозят пассажиров в дачные районы Южного Приморья. Учитывая популярность осенних поездок приморцев на природу, компания-переводчик в рамках акции «Купи билет, провези велосипед» до 31 октября бесплатно перевозит велосипеды. Отметим, что до конца этого года в Приморье ожидается поступление еще двух новых электропоездов. А в летнем расписании 2019 года к жителям Владивостока и пригородов вновь вернутся электрички Чуркинского направления. До конца реконструкции тоннеля имени Сталина осталось несколько месяцев. В зоопарке на садгороде новый питомец – африканская полосатая гиена Чили, которая приехала во Владивосток две недели назад. Малышке всего три месяца – это, к слову, редкий вид, который в природе живет только парами. Чтобы Чили лучше, прошла сложный период акклиматизации, ей подселили подружку – дальневосточную лесную кошку Забаву. О том, как уживаются вместе африканская гиена и дальневосточная кошка, расскажем в нашем следующем сюжете. Для того, чтобы догнать Забаву, африканской гиене Чили требуется немало ловкости и терпения. Забава – животное дикое, дальневосточный лесной кот, точнее кошка, особо с весьма непростым характером. Она сама выбирает себе компанию и хозяина. Что Чили станет ей подружкой, также решила Забава. Сотрудники зоопарка на садгороде вовремя заметили симпатию между дальневосточной лесной кошкой и гиеной и поселили их вместе. Чили – редкий вид. Это полосатая гиена. Таких мало не только в России по зоопаркам, но даже в Африке. Во Владивосток она приехала всего две недели назад и пока привыкает к местному климату. В природе полосатые гиены живут только парами. Поэтому сейчас Забава для Чили – настоящая семья. Несмотря на разницу в происхождении и характерах, кошка и гиена прекрасно уживаются вместе. Забава помогает Чили проходить непростой процесс акклиматизации. Без компании гиене было бы гораздо сложнее. Сближает зверят и то, что они ровесницы. Обеим всего по три месяца. Пятнистым гиенам необходим какой-то сородич. Но она не понимает, что Забава – это не сородич. Она понимает, что это такой же малыш, который может с ней поиграть. И для Чили это очень важно, в том числе для психики. Потому что таким малышам необходимо иметь физиологическое и природой настроенное, так сказать, компанию. То есть если она должна жить в компании, она должна жить в компании. Забаву обнаружили на дороге в Харольском районе. Краснокнижный котенок был сильно истощен и нуждался в помощи. Около месяца малышка жила в частном доме. Поначалу люди думали, что это породистый бенгальский котенок. Но быстро поняли, что это не так. Она привыкшая и к собакам, и к кошкам, и к леопардам. Вот кого она только не видела, ко всем она очень добра. Поэтому Забаве не привыкать социализировать и играть с непонятными видами животных для нее, которые вообще откуда не понять взялись. Так что она у нас девушка очень социальная. Конечно, в плане того, чтобы дарить любовь этой гиене, она не может этого делать, потому что она кошка, она истинная кошка. А гиена искренне ее любит и очень хорошо к ней относится в плане даже игр и его существования. Независимую соседку от Чили отселят только когда для гиены найдется жених. Сегодня его подыскивают по всем зоопаркам страны. Однако сделать это трудно, поэтому зимовать Чили и Забава будут вместе. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Далее о спорте. Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел седьмое поражение подряд. Волейболистские «Приморочки» начали тренировки во Владивостоке. Чемпионами России по бадминтону стали приморские спортсмены. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» завершил домашнюю серию матчем с китайским «Кунь-Луням». Приморцы после череды поражений сходу ринулись вперед, однако шайба никак не залетала в ворота гостей. А вот азиатский клуб смог отличиться уже на восьмой минуте. После этого моряки осели в обороне. Долгое время забитых шайб зрители не видели. Только на 35-й минуте счет изменился. Гости забили второй гол. Буквально за 8 минут «Адмирал» смог сравняться. Догнали соперников усилиями Глазачева и Конькова. Обстановка накалялась и, казалось, дело пойдет к овертайму. Однако всего за полторы минуты до конца «Кунь-Лунь» смог обыграть галкипера хозяев. В итоге 2-3. Таким образом «Адмирал» продлил свою серию поражений до 7 матчей. Сейчас моряки занимают предпоследнее место в конференции «Восток». Следующий матч наша команда проведет 12 октября в Москве против местного ЦСКА. Волейболистки-приморочки вернулись во Владивосток и приступили к плотным тренировкам. Наша команда завершила выездные сборы, в рамках которых также приняла участие в крупных турнирах. В традиционном Кубке Сибири и Дальнего Востока приморочки смогли завоевать бронзовые медали. А в Кубке России Владивостокский клуб только начал шествие. Сейчас спортсменки готовятся к продолжению этих всероссийских соревнований. Мы готовимся, тренируемся по две тренировки в день, наигрываем взаимодействие в команде, потому что это очень важно. На тренировках у нас многое получается, теперь главное, чтобы в игре это показывать. После турнира, который проходит в Южно-Сахалинске, приморочка вернется во Владивосток и начнет подготовку к старту основного сезона Высшей Лиги А. Первая игра в рамках чемпионата пройдет 27 октября против Самарской Искры. Сборная Приморья по бадминтону стала чемпионом России. Ежегодный командный чемпионат страны проходил в Подмосковном Раменском. Всего в турнире принимало участие 11 команд с различных регионов. За нашу команду выступали опытные воспитанники местных школ. В числе них Сергей Серант, Евгений Дремин, Дарья Радченко и другие. В первом матче команда Приморья одержала победу со счетом 3-2 над сборной Пермского края. В полуфинале приморские бадминтонисты переиграли в сухую сборную Республики Башкортостан, а в финале оказались сильнее москвичей 3-1. Теперь после командного турнира в Раменском стартует личный чемпионат страны, который для бадминтонистов станет отборочным в основной состав российской сборной. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Законопроект о детях войны рассмотрит депутаты ЗАГС Собрания в ближайшее время. Документ внес в рею губернатора региона Олег Кожемяка, вставший на защиту этой категории граждан. Решение о переносе столицы ДВФО во Владивосток примет президент России Владимир Путин, возможно, еще до окончания текущего года. Глава Хабаровска, в свою очередь, заявил, что не уступит столицу. Режим охраны рек Национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая пать» усилен в связи с началом захода на нерест киты. Задержанным на охраняемой территории рыбакам грозит уголовное дело. Масштабная ярмарка вакансий прошла в стенах Владивостокского цирка. Более сотни работодателей предложили 3,5 тысячи вакансий людям, нуждающимся в работе. В Приморье подвели итоги клещевого сезона. С середины марта текущего года зарегистрировано 7 067 обращений с присасыванием клещей. Этот показатель примерно равен прошлогоднему. Пригородные электрички во Владивостоке будут ходить по летнему расписанию до 11 ноября. До конца этого года в Приморье ожидается поступление еще двух новых электропоездов. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или же на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Приморье провожает лето. Жители края считают, что оно было не ахти какое, сырое и холодное. Море прогрелось, но позагорать владивостокцы как следует не успели. Но, провожая лето, скажем ему спасибо вместе с создателями клипа о летнем Владивостоке и его жителях. Кстати, клип сняла супружеская пара из Бразилии, совершенно очарованная приморской столицей. Любуемся летом на прощание все вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на 8. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ